Можно мне ходить в школу с тобой почаще? А может даже домой со мной ходить? Чё нет-то? Батяня будет только рад! Всем привет! Вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить Звуки Её Любви. По идее, у нас идёт хорошая концовка. В конце концовки мы узнаем, какая она у нас была. Ну а сейчас не забываем поставить лайки, написать комментарии под этим видосом. Ну и погнали! Расписание уроков не выглядит многообещающим, так что у меня есть время поразмышлять о чём-либо. Класс разделился на две части. Одна была полна энтузиазма к началу урока, а другие равнодушные бездельники, кто просто хотел поскорее свалить. Я сел за парту и присоединился ко второй половине. Сквозь солнечный свет в воздухе были видны пыленки. Один за другим в класс заходили учащиеся, а стрелка на часах показала восемь часов утра. Боже, в такую рань на уроки приходили. По-моему, даже у меня на полдевятого начинались уроки. По-моему, а я уже не помню. Лена без пятнадцати девять чё-то такое. Я ещё раз подумал о Керри. Где мне её искать после звонка? А скорее всего, в столовой. Там я нашёл её вчера. Или нет. Может, ей будет проще приводнести презент подальше от толпы. Даже если это просто книга. Я откинулся на спинку стула, как обычно, медленно посматривая время от времени на часы. В ожидании звонка на обед. Я поднял руку, чтобы посмотреть на часы, убедившись... Ну, они же прямо перед тобой висят! На стене вон! Ладно. Убедившись, что этот звук не галлюцинация. Насколько я знаю, у меня нет шизофрении. Ученики подтвердили это, вставая и выходя из класса. Некоторые остались позади. Видимо, всякие школьные японские традиции всё ещё в силе. Даже в иностранной школе. Школьная программа, может и другая, но студента-то нет. Поднимаясь, я дал всем выйти из помещения. Я был последний, кто его покинул. Коридор не был единственным, кто встретил меня. Кирька! О, как она застеснялась. Ты ж мой пирожочек. Вот, держи. Я обещала отдать её тебе. Стоя под солнечным светом, передо мной стояла Кири. Книга в её руках практически упиралась мне в грудь. Следуя ситуации, она покраснела. Уверен, что и я. Румянеца смущения на её щиках так мило выглядит. Хоть она и отказывается смотреть на меня. Так теперь-то куда? Кем лучше для меня? Так я мог рассмотреть на своё... Смотреть на своё отражение в её янтарных глазах. Спасибо. Эдмолоныча на сиськах остановится. Я бы остановился. Там есть на что смотреть. Кхм. Книга выглядит изношенной. Судя по состоянию страниц, она читала её по несколько раз. Она только одалживает, так что я уверен, что она захочет прочитать её ещё раз. П-пожалуйста. Она отдана из моих любимых. Т-так что я уверяю, что тебе понравится. Она радостно воскликнула, а я взял книгу из её рук. Название вытеснено на обложке. Вполне достойное оформление. Должно быть она старой печати. Несмотря на некоторые дефекты, она очень о ней заботилась. Я ещё раз взглянул на её профиль. Её щёки всё ещё красны, что ей очень подходит. Это её очаровательная черта. Да господи, хватит уже умиляться-то. Её дыхание всё ещё рваное и беспокойное. Я смотрел, как её грудь поднималась и опускалась в попытке восстановить дыхание. Но быстро перестал, подумав, что это очень пошло выглядит. Это пофиг. Сиськи есть сиськи. Может, пойдём на обед? Всё же, мы не можем просто стоять здесь. Я аккуратно положил книгу в рюкзак, приглашая Кири идти за мной. К-к-к-к, конечно! Было бы здорово! Кири немного дрожала, пока мы двигались в сторону столовой. Это уже второй раз за неделю, как мы вместе обедаем Боже, да я бы от неё, наверное, даже не отходил Или, скорее, она от меня Если бы я был на его месте Нет сомнений, что я смогу к этому привыкнуть, если не привык уже О, братиш, я тебя понимаю Рок-музыка с комнаты моей сестра, а также её разговоры с подругой по телефону проносятся через стены Стоило бы пойти и попросить её быть тишиной, я слишком ленив Или слишком куколт С какой стороны посмотреть? После приятного обеда с Кири мы хоть и молчали, остальные уроки не... Остальные уроки не казались особо интересными Единственное, что поддерживало меня, это мысль о ней Ооо, этот уже втюхался, она, походу, тоже Осталось ещё только мне и вам Справа от меня лежала книга, которую мне дала Кири Начать от чтения прямо сейчас было бы отличной идеей Но я не уверен, что меня надолго хватит Идея отличная, но его не хватит надолго Окей Сейчас довольно поздно и мне нужно делать домашнюю работу Но вспомнить только с каким выражением лица она мне её отдавала Это очень важно для неё Я могу её обидеть, если не прочту Конечно, почитать Она довольно тонкая, но её чтение займёт времени до завтрашней ночи Можно попробовать и быстрее Если Кири спросит завтра о ней, то хоть будет что обсудить Схватив книгу в руки, я начал своё путешествие по страницам Жанр был вейвлен сразу после первой главы Романтика, что ли? Это любовная история Ой, вы посмотрите, как я его угадал Неужели этот пирожочек, милый, могла что-то другое Любить? Не! Она подходила для Кири Было бы странно увидеть на её месте научно-фантастический роман Или пособие по ухаживанию за собакой Что? О, господица пизда У неё вообще есть собака? Без понятия Совсем скоро я оказался в конце второй главы Это было намного интереснее, чем то, что я ожидал от любовной истории Нужно запомнить некоторые моменты, чтобы было что с ней обсудить Она не таки общительна, но мне хотелось бы говорить с ней больше Я положил книгу перед собой, где она однажды была Может, раньше? Спину скрутило, когда я встал со стула На этот раз стоит пойти ужинать раньше Дорога в школу теперь казалась знакомой Две недели потребовалось, чтобы привыкнуть Мягкие паровые ветра гоняют опавшие листья по тротуару А я смотрю, как они разлетаются без определённого направления Блин, вот люблю Люблю, господи, люблю такие вот маленькие улочки Они уютные Остановившись у светофора, я почувствовал мягкое прикосновение к плечу Смотря мне в глаза, передо мной стоял человек, увидеть которого я хотел всё последнее время Доброе утро, Женя Кири приветствовала меня, но на и на её лице появилась улыбка Доброе утро, Кири Как только светофор показал зелёный, мы перешли дорогу Я не удивлён, что встретил её здесь Уверен, что она не против идти в школу со мной Здесь я её впервые и встретил Ну, как дела, Кири? В попытке завязать разговор я задал ей вопрос Мне нравилось бы с ней, но разговаривать намного приятнее Всё хорошо, спасибо А у тебя? Всё хорошо Кири улыбнулась в ответ Думаю, знать, что у твоих друзей всё в порядке, это счастливая мысль Я заметил, что Кири на меня время от времени посматривает Но она отворачивается, как только я это замечаю Она хочет что-то спросить? О чём думаешь? Ай? Кажется, я застал её врасплох Я хочу спросить Можно мне ходить в школу с тобой почаще? Да, может, даже домой со мной ходить, чё нет-то? Батяня будет только рад Она хочет ходить со мной в школу? На такой ненавязчивый вопрос я просто не мог ответить отрицательно Ясное дело! Кири улыбнулась и радостно кивнула Да я не против идти вместе с ней Я посмотрел на часы Сейчас только четверть восьмого Тогда встретимся там же, где и сегодня В 7.35? Я не против Договорились Начиная с этого момента Я хожу в школу с ней Я не ожидал этого, но я рад Как факт, я счастлив Войдя в школьные ворота Мы двинулись в сторону здания На расставание мы На прощание мы оба остановились Увидимся на обеде, Кири Я направляюсь к своему кабинету Кажется, планы на сегодняшний день улажены Звонок на обед прозвенел, когда я уже направлялся к выходу из класса Учитель отпустил нас пораньше Уверен, что она в таком же восторге от уроков, как и мы Выйдя в коридор, я не был удивлен тому, кто меня там ожидал Привет Привет, Кири Пойдем в столовую Можно зайти в библиотеку? Мне нужно вернуть книгу В библиотеку? Я не против Я не так уж и голоден Да, конечно Говоря о книге Я начал читать ту книгу, что ты мне дала Она мне очень понравилась Это здорово Кири улыбнулась и повернулась ко мне Ты не против пойти в библиотеку со мной? Она звучит возволнованно и даже больше, чем обычно Я думал, что мы уже идем Не в эту... В...городе Она хочет пойти со мной в город? К-к-конечно Я не мог сдержаться от заикания Пару секунд назад Кири пригласила меня пойти с ней в город Это очень... Прямо для человека, с которым она знакома всего пару дней Еще к Кири зарумянились Она, как и я, не могла расслабиться Спасибо Мы направились в унисон вдоль коридора И только шаги были слышны на фоне нашего молчания Ступая в дом, я почувствовал тепло В физическом и метафорическом смысле Обогреватель был включен на максимум Мама заметила меня и встретила улыбкой Как в школе, сынок? Неплохо Было не просто неловко, а даже очень хорошо Фу, блядь, не просто неплохо, а даже очень хорошо Я практически украл Кири на один день Хоть она так и не считает Я знаю ее всего два дня Так что у меня нет причин об этом думать Рада слышать Мама бродила по дому и пошла вверх по лестнице Продолжая заниматься тем, чем было занято Я снял обувь и сутуло пошел по гостиной Говоря о школе, я могу точно сказать, что она сильно утомляет Впереди сидел, откинувшийся в кресле, мой отец, читая книгу Он поднял на меня взгляд, одаривая меня удивленной ухвалкой Привет, сын! Кажется, ты провел хороший день в школе Твоя улыбка может сказать о тебе больше, чем ты думаешь Он заметил мое хорошее настроение, но я и не пытался его скрыть Можно и так сказать Тогда расскажи, я должен знать Положив книгу на пол рядом, он сел передо мной, вовлекая меня в разговор Да ничего такого Я просто иду кое-куда с другом на выходных Я сказал выходные, но Кири не говорила, когда она хочет пойти Нужно будет спросить Друг? Какой друг? Девочка? Опять все привело к девочкам Не могу сказать, что не ожидал этого Кири, конечно, девочка, даже красивая Но я не знаю, стоит ли говорить об этом отцу Он не прекратит задавать вопросы, вплоть до того, когда ее... Когда он ее увидит Этого и стоит от него ожидать Ать, была не была, подруга Ну, эээ... Девушка Девушка? Но мои поздравления, мужик! Я так ждал этого дня, когда мой сын начнет встречаться! Это не свидание, это просто прогулка! Я и сам в этом не уверен Она попросила, чтобы я пошел с ней в библиотеку Но она может планировать что-нибудь большее Все равно считается Надеюсь, у тебя все хорошо пройдет Его слова застряли у меня в голове, как обычно Еще раз взглянув на него И увидел, что он снова принялся за чтение Он все же издатель Так что это его работа проверять то, что ему дают Печать на обложке книги показалась мне з... Знакомой Я заметил и узнал автора на ней Это же тот автор какого? Какой чего? Романа, который мне дала Керри Исходя из состояния этой книги Должно быть, она любит труды этого писателя Это девочка, с которой я собираюсь погулять на выходных Ей нравится этот автор Я не знаю, как правильнее это выразить И я не думаю, что это к чему-то приведет Я должен оставить это в себе Почему ты сразу мне не сказал? Мы хорошие друзья с ним Он всегда заставляет меня прочитать его книги До того, как я их выставлю на продажу У меня даже... А мне даже не нравится романтика А Керри нравится Может, стоит взять ей копию? Она в конце концов сделала мне подарок Хоть и на время Я должен вернуть должное А можно мне взять копию? Одну копию? Да забирай их все! Он дал мне слишком много этих чертовых книг И все же, я взял только одну Мой отец всегда умел сделать из ситуации абсурд Хорошая идея, сын Уверен, она оценит На этот раз я с ним согласен Сделать ей подарок неплохая идея Не важно, по какой причине Хорошо, спасибо, пап Не благодари меня Благодари этого парня Который считает нормальным отсылать мне поддонья книг в неделю Блин, пишут как Донцова, блин Я вышел из комнаты и пошел по лестнице вверх Вспоминая, что только что произошло Это было большой удачей Взять для Керри небольшой подарок Ей ждать такого не мог Но работа моего отца меня выручила Может, книга, которую мне дала Керри Была издана его компанией Я еще не проверял Я пробираюсь к себе в комнату И собираюсь позвонить Керри Нам все-таки нужно договориться о нашей встрече Ничего не поменялось Все в таком же беспорядке, как и было Я снова в своей спальне И сейчас я буду говорить с Керри второй раз за неделю Все лежало там, где я ее оставил Как и телефон Я поднял его и нашел в списке контактов номер Керри Монотонные гудки сопровождали мое нетерпеливое ожидание ее ответа Привет, Женя Спустя некоторое время она ответила Было бы странно, если бы ответил кто-нибудь еще Нужно придерживаться начальных намерений Мы таки не согласовали, когда идти и где встретиться Все, что я знал, что мы идем в библиотеку Привет, Керри, как дела? Я решил начать с ней разговор первым Я люблю с ней разговаривать И если представлялась возможность Я брал на себя инициативу Я в порядке, а ты? Я тоже Ведь я разговариваю с тобой О нашем походе Мы так ничего и не спланировали Ой, я забыла тебе сказать Прости Все хорошо, правда Меня устроит любой день Я только что понял, что мог спросить об этом завтра Но я просто хотел лишний раз услышать ее голос Чудесная мелодия Может, в субботу ты не против? Ага, суббота подойдет А во сколько встретимся? Можешь встретить меня, где мы встречаемся по дороге в школу В десять часов утра? Определенно Теперь все решено Я встречусь с Керри в субботу Наша суббота свободна У нас все-таки британская учебная система И это хорошо, так как мы можем чаще заниматься такого рода вещами Я отведу тебя Ты ведь только недавно сюда переехал Да, спасибо, Керри Я ценю это Я шел бы за ней в любом случае Ведь это ее идея Плюс это Керри, почему нет? Как только она замолчала Я услышал приглашенный голос Зовущий Керри Должно быть, она все еще взволнована После того, как я ее поблагодарил Прости, мне пора идти ужинать Я Не уверена, что смогу перезвонить Я слышал ее хныканье на другой стороне линии Она, наверное, расстроена Что наш разговор так резко обрывается Не волнуйся, Керри Встретимся по пути в школу завтра, да? Верно, встретимся там, Женя До свидания, Керри До свидания Комната залилась тишиной Теперь, когда все улажено Нужно найти, чем себя занять Ну, он, конечно Поищет, чем себя занять Но это будет уже в следующий раз А сегодня на этом мы будем заканчивать Так что всем спасибо за просмотр И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok